Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я с вами общаюсь по скайпу не в связи с пандемией, а просто удобно. Современные технологии, не выходя, скажем, из кухни и офиса, можно поговорить. Кстати, да, вот это одно из, может быть, таких позитивных моментов пандемии. Мы стали больше ценить время и использовать эти современные технологии. Ничто, конечно, не заменит такой вот контакт между людьми. Ну вот, действительно, прошлый год, если мы чуть-чуть оглядываемся назад, да и начало нынешнего не внушало нам оптимизма, к сожалению, не внутри страны, да и международная обстановка, мы видим, какая сейчас происходит и в Казахстане в том числе. Вот если мы все-таки говорим о Латвии, какие у вас впечатления, может быть, с точки зрения вашей сферы безопасности, вот ваши ощущения от предыдущего года? Ой, вы знаете, говорить о Латвии, о сфере безопасности, ничего не изменилось в лучшую сторону. На самом деле, к сожалению, может быть, не так все критично и плохо по сравнению с предыдущими годами. Все идет постепенно по, с точки зрения возможностей правоохранения, некоторой деградации, с точки зрения возможностей усиления криминалитета, влияния криминалитета на жизнь простых жителей. Но, к сожалению, чем хуже там, в Европе, тем будет у нас хуже. Потому что, как мы все понимаем, криминалитет возвращается, и способов получения денег становится все меньше и меньше. Поэтому уровень криминалитета будет падать до уровня, скажем, обычных грабежей, до уровня краш из квартир всего чего угодно. Наркомания, безусловно, в стране только расцветает, скажем. Читаем новости, там задержали жителей Латвии с перевозкой наркотиков, там убили жителей Латвии, который был вовлечен так или иначе в эту деятельность. Ну и все это вот так, к сожалению. Поэтому перспектив каких-то особо благостных я не вижу в этом вопросе. Но у нас будет не сильно хуже, чем везде, но уж точно никак не лучше. Да, вот если мы говорим чуть-чуть все-таки о той эпидемиологической ситуации, точнее даже не с медицинской точки зрения, а именно с точки зрения принятия решений, вы как человек, который имеет большой опыт работы по организационным органам, вот ваше ощущение, есть две позиции. Одни считают, что правительство должно было действовать еще более жестко, но ясно и понятно. Другие считают, что правительство полностью растерялось в этой ситуации, какие-то решения принимало с заметным опозданием и так не выработало ясную концепцию. Куда мы идем? Мы идем постепенно уничтожая свою экономику или мы пытаемся сосуществовать с этим вирусом, который, как мы видим, никуда не уходит. Сейчас уже скоро будет обязательно, буквально почти обязательно, третья бустерная прививка, потом, я не знаю, может быть, четвертая. После омикрона последует еще какой-то штамм. Да, вы знаете, третья, четвертая, никто не знает, как надолго вся эта история, да, и никто не знает истинную природу, пока не высказанную учеными этой историей. Я далек от всякого рода конспирологических теорий, за исключением того, что любую ситуацию в условиях либеральной демократии при капитализме определенные круги пытаются обратить себя на пользу. Доказательством этому является то, что по всем данным из масс-медиа уровень расслоения населения в условиях пандемии вырос. Кому война, кому мать родна, что называется, да. Да, и богатые еще больше стали богатыми, более ли их, может быть, количество их сократилось, часть богатых перешла в разряд средних, но супербогатые стали еще более-более супербогатыми. Простое население, естественно, как-то все это беднеет от всей истории. Да, безусловно, государство вкладывает значительные финансовые ресурсы в поддержку, но это же деньги, взятые в долг у наших детей. Мы же понимаем все прекрасно, что эти деньги, а, где-то напечатаны, и, б, ну, в пустую напечатаны. И, б, их придется отдавать уже не пустыми бумажками, а реально заработанными деньгами, да. Ну, или что-то нас ждет впереди, такое, о чем мы даже не догадываемся и бессмысленно об этом рассуждать. Вот. Говоря о правительстве, я приведу такой пример. Я не способен ругать правительство, говорить, оно правильно действует, неправильно. У меня нет того уровня знания о ситуации. Скорее говоря, я полагаю, что у них нет никакого уровня знания о ситуации, но это мое личное мнение. И пусть оно, так сказать, останется между нами и слушателями. Ну, вот приведу пример. У меня знакомый человек лежал в августе в больнице в Страдене с заболеванием, не связанным с ковидом. Он лежал в корпусе, который реновировался. Его обложили весь этими... Теплоизоляционными материалами, видимо. Да, на стену накладывали теплоизоляционные материалы. Внизу человек видел, как строится вот тот самый заветный корпус из быстрых панелей, каких-то легких, для того, чтобы подготовить под ковид. Там работало три шатка и валка, так сказать, перемещающихся строителя. Вот на корпусе работало на утеплении очень много строителей. И работы шли полным ходом. Рядом строилось уже большущее строительство. Два крана, огромное количество рабочих. Строят продолжение вот этого замечательного нового корпуса и так далее. Но ведь все знают, что впереди ковид. Все знают. То есть приоритеты были неправильно расставлены, да? Знают эти три, так сказать, работника, которые готовят фундамент под этот легкий корпус. Знают те, которые обшивают теплоизоляцией стены другого корпуса. И знают все те работники. Там их много, очень много. С прекрасной техникой, которые строят этот корпус в будущем. Замечательный и так далее. Где ковидники точно лечиться пока не будут. Потому что там стены только возводятся. Вот в условиях каких-то других. Знаете, как если бы я был бы директором. То я бы взял бы и все бы волевым решением перебросил на строительство. По всем чему, увеличил бы мощность строительства того, что нам нужно завтра. Чтобы к сентябре уже все было готово, к сентябрю. Да. Но у нас же как? Это же невозможно. Потому что конкурсы уже все выиграны. Деньги распределены. Деньги, так сказать, тоже распределены. И любое влияние извне со стороны власть имущих на уже состоявшийся успешно, так сказать, осваиваемый бюджет будет опротестовано в административном суде. И мы повязнем в этих либеральных, вредящих в данном случае стране и населению процедуру. Потому что нет политической воли. Потому что ее страшно проявить. А вдруг себе не выиграл. А горизонт планирования четыре года. Большего при либеральной демократии просто не бывает. В принципе, о государстве как таковом в дальнейшем его развитии думает мало кто. Это объективно вот так вот везде. Горизонт планирования четыре года. Первые два года нужно что-то там как-то получить из должностей. Другие два года нужно готовиться к следующим выборам. Поэтому нужно обещать, как можно не обещать. Это точно. Ну вот, если мы говорим, мы понимаем, да, вы тоже сказали, что действительно пандемия. Ясно делаю, что мы с ней не сталкивались. И, наверное, те, кто нами правит, тоже не могут сразу сказать, это невозможно, как дальше будет происходить ситуация. Но вот что поражает другое. Вот мы два года уже живем вот в этой ситуации. И казалось бы, что те, кто принимает решения, должны хоть чему-то научиться. У меня создается такое ощущение, что они сами запутались и нас пытаются запутать. Но вот самая такая яркая картинка, где вот было обсуждение 10 часов на коллекционном заседании буквально позавчера, где решали, как мы будем жить после 11 января. Ну, решили продлить ЧАЭС. Но самое главное, что начали запутывать всех. И сказали, что, вы знаете, ну вот эти вот тканевые маски, которые вы все время носили, они неэффективны, оказывается, совершенно. Надо их запрещать, надо вводить обязательно на ношение медицинских масок. Но еще надо ввести респираторы. И вот когда вы пойдете в магазин, вам хватит медицинских масок. А когда вы зайдете в автобус или в трамвай, вы должны одеть респиратор. И, в общем, наверное, когда вы зайдете еще куда-то, нужно еще третью какую-то одеть. А дома можно и в этой самой тканевой маске. И создается такое ощущение, что, ну, они вообще понимают, как вот живет простой житель Латвии. Он что будет, с собой там записки ссывать, какую ему маску одевать, три маски, респираторы набирать, вот, идя в магазин. Ну, неужели непонятно, что это все не будет на практике работать? Нет, ну, здесь есть два уровня непонимания, на мой взгляд. Первый уровень непонимания, он вызван тем, что, извините, а кто из них вообще в чем-то профессионал? Вот вообще хоть в чем-то. Да, я имею в виду, как у нас набирается члены правительства и так далее. По профессиональным каким-то своим признакам, связанным с этим видом деятельности, да, ну, что бы. Кто у нас в последний раз был профессионалом в той отрасли? Ну, министром, у нас министр здравоохранения профессионал, у нас министр внутренних дел профессионал, у нас министр обороны профессионал, у нас министр иностранных дел прошел большую дипломатическую школу. кто у нас профессионал. Совершенно другой принцип выдвижения людей во власть. Он иной. Не будем обсуждать его. Называется он демократический. Проголосовали, выбрали. Часть людей продвигает идеи партии. В идеи партии никак ковид не входил, когда это правительство назначалось. Просто никак. Его просто не было вообще. Или был где-то там далеко. Поэтому совершенно нужны для успешного решения в таких сложных ситуациях нужны люди профессиональные. Но вот когда назначали министра здоровья, я извиняюсь, что я перебиваю, уже после того, как предыдущего министра отправили в отставку, уже ковид был в разгаре. Уже можно было подумать о том, может ли при всем уважении экономист-музыканта руководить в условиях пандемии Минздравом. Может быть, я не прав. Здесь есть вторая уровень непонимания. Что творится в головах у этих людей, которые соглашаются на эти должности? Абик, хотите стать министром здравоохранения сегодня? Не потому, что пандемия просто... Вот как вы считаете? Вы потянете? Ну вот, я не потяну. Субтитры создавал DimaTorzok